Всем привет! Меня зовут Аня, я живу в Калифорнии, и вы снова со мной на моём канале. Спасибо большое! Я пытаюсь вести интересный блог домохозяйки. Я стала домохозяйкой в январе. 1 января я узнала, что меня сокращают, и они не нуждаются в моих услугах. В общем, меня сократили с работы, и я стала сидеть дома. И когда я поняла, что мне нечего, по идее, делать дома, и в то же время дел куча, дел просто столько, и это просто такая была глобальная прокрастинация, в которой я погрязла и постоянно откладывала дела, я просто поняла, что мне нужна какая-то система, мне нужна система планирования. И сразу я вспомнила, что же нужно делать, что я обещала самой себе сделать. Это прочитать книжку «Космос» Екатерины Ленгольф. Сейчас вот покажу вот здесь, она будет... Я научилась делать такие крутые штуки, и добавлять какие-то фотки, и слайдшоу показывать. Я развиваюсь. Да, мне понравилась эта книга, и я обещала себе прочитать эту книгу где-то, наверное, года 2-3, как она только вышла. Я постоянно это откладывала на дальнюю полку, точно так же я откладывала очень много дел на дальнюю полку, то есть что-то заказать, где-то что-то сделать, куда-то позвонить, какие-то деньги вернуть, что-то заплатить, и вот это вот тут разобрать, там разобрать, как бы как мама, домохозяйка, как женщина. То есть я постоянно что-то откладывала, и меня это бесило. И то есть вот этот рой мыслей, он просто вот витал вокруг меня, да, и нужно просто это было на самом деле всё систематизировать и просто всё это выписать на листочек. В принципе, мне очень помогла эта система, я одабриваю эту систему, она немножечко перекликается с домашней системой FlyLady. Это система для домохозяек, уборки дома. По 25-30 минут ты делаешь какое-то одно дело, потом отдыхаешь, переключаешься там буквально 5 минут и снова в бой, да. И мне нравится вообще сочетание всех этих систем, то есть я начала более продуктивно работать. Я прочитала очень много советов от Екатерины. Это режим дня, это питание, как работать, как бороться с ленью, как работать после прокрастинации, что такое там мотивация, совесть и ну и так далее, так далее, так далее. Много-много-много параметров. Сама её система заключается в том, что самые важные дела, самые нужные, самые такие противные тоже нужно делать с самого раннего утра. Наше утро – это наше всё. То есть с утра мы такие более продуктивны. И потом уже вечер оставлять на себя, на какие-то вкусняшки, обнимашки, целовашки, сериальчики и так далее. В общем, я заказала её ежедневник после вот того, как она его выпустила. Я выпустила его года два назад. Я сразу была её вот таким вот, не то что сказать, фанатом, но я очень большой поклонник её. И мне очень нравится эта система, весь её подход. В общем, ежедневник этот планировщик выглядит вот так. И можно вести трекинг. Я потом всё это вам поближе сейчас покажу. Ну и, собственно, хотела продемонстрировать вам этот дневник «Космос». Ему уже где-то года три. Вот он уже такой чуть-чуть старенький, потрёпанный. Это было самое первое издание. Сейчас я вам его открою и покажу. Здесь я писала некоторые такие мотивационные какие-то фразочки, какие-то изречения, чтобы не паниковать и успокоить себя. Тут всё описание всей системы на английском. Весь подход в том, что мы выбираем 2-3 гола, и мы им следуем. Дальше мы ведём трекинг. Трекинг всех привычек и как у нас идёт, в общем, прогресс. Я выбрала спорт, я выбрала чередование силовых и кардио, но это не пошло. Эта система у меня не пошла, она не сработала. И я сейчас выбираю другую систему. Дальше чередование каких-то полезных привычек. То есть трекинг, я хотела завести их так в привычке. То есть самообразование какое-то, занятия с Максом. И дальше можно всё это описывать, что прошла неделя, как у нас проходят результаты, как мы хотим ещё лучше улучшить следующие показатели, как там how can I improve next week, то есть что делать на следующей неделе ещё лучше, чем ты сделал вчера. То есть завтра мы должны быть ещё лучше. Ну и маленькие такие стикеры, какие-то делишки у меня начинались, что-то там. И здесь я уже начала вести трекинг своей системы похудения, какие-то дела с Максом по дому, прогуляться, пойти погулять. Тут какие-то личные достижения, за что я была благодарна в течение дня. И даже негативные, да, я писала тоже красным. И вот так вот она и шла-шла-шла, да, недели я очень много успела сделать. Я очень-очень этому рада. Вот, да, вот так вот я вела все эти денёчки. Тут у меня было больше по уборке. Целая неделя как бы была general cleaning уборки. Тут какие-то важные мероприятия записывала, да, музей, который я хочу посетить, и какие-то поездки одного дня, какие-то мысли, описания. Тут у меня самообразование, тут вот это. Я разделила все свои, да, хаос, который творился в голове. Она краткосрочная, долгосрочная, что-то там срочно купить, начала вычеркивать. Ну, тут какие-то мои мечтания по путешествиям. Когда-нибудь это случится, я надеюсь, очень-очень. То, что для меня что-то важное в жизни. Это культовый режиссёр, и я хотела бы изучить намного глубже искусство, допустим, Бертолуччи, Курасао, Бергман, Феллини и Тарковски. Я немножко знакома со Звягинцевым, и я немножечко смотрела Балабанова, да. Я могу сказать, что да, я знаю почерк Балабанова, да. Хичкок, Мадельяни, я не знаю. Поланский, да, я смотрела только один. Широко закрытыми глазами, мне было там лет 14. Вот, какие-то важные и самые лучшие фильмы, которые мне выписывали мои друзья и советовали. Какие-то сериалы. Дальше вот мой трекинг, как записывать YouTube ролики, там какой-то свой календарик, да. Может быть, это что-то изменится. И как я ввела свой вес, но он не был как-то не очень. В общем, начинаем с апреля. Два месяца я просрала, не пошло. Я выбираю новую систему и с апреля, в общем, начинаю фигачить. И вот так вот, на самом деле. Тут какие-то мои памятные открыточки, тут какие-то записульки, какие-то чеки. В общем, вот так вот. В общем, мы посмотрели, как он выглядит. Этот ежедневник, он у меня уже практически закончился. И мне не нравится вообще сам стиль вот этого движения Journal Bullet, потому что это очень прагматично. Это выглядит очень консервативно. Это выглядит просто такая черно-белая как бы писанина, да. Это все так, ну, структурировано. Мне больше нравится как бы разбавлять, да, тоже стикерами и цветочками. Поэтому я их заказала. И сейчас я вам продемонстрирую вообще всю коллекцию, что я заказала на слайдах. Вот, у меня их получается шесть. Шесть книжечек, которых мне хватит, наверное, на следующие лет шесть. Да, я понимаю, что это баловство, это несерьезно. Это такая какая-то девчачья ерунда. Но мне кажется, что ежедневник нужно ввести с удовольствием, чтобы тебе было интересно туда заглянуть, чтобы тебе интересно было собственное оформление. То есть ты самовыражаешься, ты выражаешь эту страничку, эту неделю так, как ты хочешь. Или ты можешь посвятить ее какой-то определенной, да, там, тематике. Это цветочки или все вокруг какой-то вечеринки, или там на фоне здоровья. Или ты, наоборот, хочешь сделать неделю как Digital Detox. Или ты, наоборот, там, целую неделю или две или три ты можешь посвятить деклатринг, то есть генеральный убор. И насчет стикеров тоже вот хотела показать поближе. Упс, упала. В общем, хотела показать поближе. Ну, вот, к примеру, вот эта компания называется The Happy Planner. И вот хотела вам показать тоже какие-то мотивационные, да, вот эти моменты, как заставить себя или как приободрить себя. И как было, чтобы было веселее работать, да, трудиться, терять вес, заниматься своим телом. В общем, вот такие вот интересные силовые какие-то тренировки, какой-то гол. Там, в общем, кушай правильно, кушай хорошо и так далее, и так далее. В общем, что вы кушали на ланч и на обед, вот какой-то вот такой трекинг занятий, да. Здесь у меня тоже есть Healthy Hero, то есть я купила их вообще за полцены. Они, на самом деле, дорого, да, стоят где-то 20 долларов, но я их покупала по 5, по 7. В общем, какие были занятия, да, какие-то мотивационные штучки, как сам себя чувствовать. Типа, давай, don't quit, да, кушай хорошо, пей правильно и все, да, короче. Интересная система, я еще купила Digital Detox, это тоже мне будет полезно, и для меня это как никогда сейчас стало актуально. Я думаю, что я никогда в жизни этого не сделаю, но сейчас с таким хаосом, который творится в мире, я бы хотела уйти куда-то в такое вот забытье там, пару недель, допустим. В общем, как читать книги, да, как себя замотивировать этим, списки книг и так далее, и так далее. Какие-то челленджи придумывать, там, почистить сад, там, огород и так далее, сходить куда-то. Ну, сейчас никуда нельзя ходить, так что сидим дома. В общем, что-то себе придумываем, да, там, отключаем электроприбор, отключаем телек, интернет и так далее. Ну, и вот, в общем, какие-то вот занимашки, да, как бы, что-то там на природу, да, сходить и так далее, и так далее. Когда это будет уже все доступно. Exercise. Ну, мне вот понравилась эта система, мне понравилась такая штука, что вот на неделю можно это все попрактиковать и красивые наклеечки. Дальше. Household и Happy Hostess, они немножечко пересекаются. То есть, я могу... Ой, 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 камера, камера, камера. Упс, супер, супер. Сори, сори, сори. Я могу вам сказать, что у меня довольно-таки большой дом, да, он не считается огромным, но он большой дом, и я хозяйка этого дома. И тяжело это все делать, потому что только-только прибрался, допустим, по трем туалетам, только три ванны и огромный намыл, как тебе снова нужно это делать. Это все чередуется, это делается каждую неделю, да, и можно чередовать уборку ванны, уборку вообще там посуды и так далее, там за животными что-то, следить за машиной, такую вот влажную уборку и так далее. То есть, планировать шоппинг, планировать меню на неделю. Ну, в общем, ну, обычная такая вот мамская работа, да, я считаю, что это тоже работа фултами, это тоже можно вести трекинг, и я советую почитать книжку Fly Lady, немножечко вникнуть в эту систему. Там сейчас куча марафонов, куча всего, но интересная система, и вы можете ее адаптировать под себя, под свой дом. Также Happy Hostess, то есть веселая, как будто принимать, ну, принимать гостей, да, хостес, то есть кто принимает гостей. Вечеринки какие-то, дни рождения меня привлекли вообще-вообще, на самом деле, эти наклеечки-то будет просто, ну, весело, ну, просто украсить свой ежедневник, почему бы и нет. Это, да, девичья фигня, но, на самом деле, ну, веселенько, веселенько будет это все, как праздновать вечеринки, да, и, в общем, как это украшать. Я забываю всегда поздравить своих друзей с днем рождения, черт, я ужасная подруга, я знаю, простите меня, что себя забываю. И, в общем, все это хочется сейчас вести, уделять этому больше внимания, и уделять больше внимания дому, планированию меню, на семью и так далее. Там что-то забрать, что-то убрать, что-то заказать, что-то, там, не забыть почистить и так далее. Ну, веселенькие, веселенькие такие тематические наклеечки, в принципе, ну, так, в общем, ну, мне их точно хватит лет на 10, я думаю. И вот здесь какая-то тоже такая девчачья романтическая фигня, да, романтические всякие наклеечки, типа, встретиться с кем-то на кофе, да, встретиться с кем-то на... в кино пойти, я живу там ради выходных и так далее. Какие-то весенние, какие-то, там, appointment к врачу и так далее. То есть, ну, не каждый раз это будешь клеить, но если вспомнишь, так, поднастроенец, и, знаете, так, поднаклеил, и вроде весело что-то планировать, весело жить и так далее. Не стоит, конечно, жить по системе, там, о, ты да, вот так, Максик, мы сегодня занимаемся, этим у нас сегодня урок. Или там, о, я сегодня прибираю это, это, это. Конечно, это всё может откладываться, конечно, вы можете всё переиграть тысячу раз в вашей жизни, это не готовый план жизни, но, в общем, всё равно, пинок под зад кое-кому нужен. Так что, вот так, такие дела. Я считаю, что это сейчас актуальная тема, как никогда, потому что матери и работающие матери, в принципе, лишаются работы, да, в Америке, или их отправляют на домашнюю работу, чему я очень рада, я за всех там вас, это, молюсь и переживаю, что лишь бы вас не сократили, как меня, в январе, после сезона. И, в общем-то, мне кажется, ты остаёшься дома на один, наедине со своими мыслями, и ты не знаешь, что делать, а, боже, это дети, это домашнее обучение, да, мой муж, мужу тоже нужно работать, вы делите там рабочее место вдвоём, и на тебе ещё собака, и закупки продуктов. И, то есть, мне кажется, что это надо всё просто вот так вот сесть, выдохнуть, и записать все дела, которые нужно сделать сейчас, которые ты обещала себе сделать, и что супер важно, супер нужно сейчас, и потом какие-то долгосрочные планы. Я показывала уже вот этот список, мне он очень-очень помог, я разделила весь этот хаос в голове, вот этот рой пчёл, и я просто начала сортировать, что-то вычёркивать. В принципе, всё это я уже сделала за два месяца, и мне, по идее, как бы, ну, делать нечего, да. Но я себя всё равно сейчас буду снова заставлять работать, и что я получила? Я получила рефил, то есть я получила следующие девять недель, у меня будет следующие девять недель спринта, и я ставлю себе, как бы, новые челленджи, можно сказать так, я ставлю себе новые проекты, и тоже сейчас покажу, как он сейчас выглядит внутри, все странички, в принципе, тоже сделаны. Ну, а сейчас вот хотела показать вам, как выглядит вот этот рефил, то есть, который я заказывала на следующие девять недель, мы снова начинаем всё, готовимся. Я использовала только один, на самом деле, и вот мне приходит ещё много-много-много-много, мне хватит вообще, на самом деле, на всю жизнь. Снова, оказывается, вот эта плёночка приходит, да, в рефиле, снова приходят все заглавные странички, всё описание этой системы снова, да, там с нуля, все те же странички трекинг всех привычек, да, мы начинаем выписывать свои какие-то планы, какие-то голые, какие-то проекты, что нам нужно сделать, и, в общем, мы снова на следующие девять недель заряжаем, закончится мотивация или нет. И спасибо большое, что ещё будут ещё листочки, то есть, я буду ещё продолжать списки каких-то своих дел, списки мыслей, списки каких-то мест, и, в общем, какие-то планы на ремонт, к примеру, там, и так далее, и так далее. Покупки какие-то, ну, в общем, всё это меняется, и цели меняются, и мне очень радостно, что вот я сейчас буду оформлять всё заново, и у меня будет что-то такое уже новенькое, новенькие проекты. Ну, и вот, и как бы в планах у меня, получается, будет, в принципе, то же самое. Это дом, это самообразование, это чистка, готовка, уборка, да, и это будет образование моего ребёнка, это будет какое-то, ну, школьное такое домашнее обучение, то есть, я его буду, наоборот, подготавливать в школе, это буквы, формы, цифры, всё это будет на двух языках, я всё это дублирую на английском. Что-то он знает, что-то он забывает, то есть, это нужно постоянно методично повторять, это нужно делать просто в игре, это нужно делать с разными материалами, и я покажу это в следующем видео, когда буду снимать, как выглядит его комната, и, в общем, я хочу это сделать всё по расписанию, потому что иногда я могу это забыть, иногда мне это не хочется, то есть, не надо делать из себя супермамочек, пожалуйста, и я считаю, что это нормально, когда тебе просто лень им заниматься, ребёнком такое бывает, или наоборот тебе лень заниматься собой, или тебе наоборот лень заниматься уборкой, то есть, мне кажется, в этом плане нужно себя немножко так подпинывать, да, и я думаю, что этот ежедневник вам поможет о продуктивной работе, и также я советую вам почитать «Fly Larry» и о системе «Marie Kondo», и сейчас, как никогда, вы можете посвятить своё время как раз вот этой уборке, чистке, подготовке к весне, и, в общем, выкидывать всё лишнее, органайзинг, то есть, вы можете организовать своё собственное пространство, разобрать аптечки, разобрать какие-то ненужные документы, книжники, полки, игрушки, вещи ненужные, ну и так далее, и так далее, и как бы расхламиться, и вам будет намного легче жить, потому что я это практикую несколько лет уже, и мне это заставляет огромное удовольствие, и много проблем моей маме, когда я приезжаю в её дом, и я выкидываю слишком много нужного, а, как мне кажется, это ненужно, то есть, не надо заходить в чужой дом, в дом своих родителей, не надо этого делать, пожалуйста, без их согласия, потому что с моей мамой были недопонимания, и, в общем, можно следовать вот разным системам, но моя главная идея, то, что я хочу до вас донести, да, идея «Fly Lady» или «Marie Kondo», какое-то самообразование, которое вы сами себе выстраиваете, и вот эта система планирования, ну, система планирования «Космос», и какая-то ещё там может быть какая-то система добавится, как фитнес, да, система, не нужно чётко, жёстко жить по каким-то планам, спискам, системам и так далее, но, мне кажется, из каждой системы можно вычеркнуть что-то, подчеркнуть что-то важное для себя, что-то отметить, что подходит тебе, дому, твоей системе, твоему времени и так далее, и мне кажется, можно всё вот это вот смиксовать, и ваша жизнь станет удобной, и ваша жизнь станет комфортной, и вам будет легче жить. Прислушайтесь к моим советам, почитайте эти книги и посмотрите на эти системы, я считаю, что это очень интересное такое сочетание вот этого тайм-менеджмента, быть мамой, быть работающей мамой, и как бы сейчас сидеть дома, и чем-то вот заниматься, и чем-то занять себя, что-то выписать, какие-то мечты, какие-то желания, какие-то списки, какие-то не сделанные дела, да, и я считаю, что я сделала самое лучшее, самое важное, в общем, я такой ком, да, вообще упал с меня, с плеч, с моих, с моей шеи, я заказала фотографию, я наконец-то заказала эту фотографию, я вам сейчас её покажу, я заказала фотографию в рамочку, я заказала... Та-дам! В общем, наконец-то я это сделала, и, наконец-то, я выбирала эту фотографию, чтобы она была, как бы, профессиональная, это была профессиональная фотосъёмка, чтобы мы были все втроём, чтобы она была вертикальная, чтобы она была профессиональная, хорошего качества, и, наконец-то, вот, я её заказала на сайте Shatterfly, и это было одно из самых-самых важных и нужных дел, которые нужно было сделать. Да, я всё это выписывала в список, и таких дел было просто куча-куча, уйма, ребята, уйма. Я думаю, что вам повезёт сейчас с этим вот временем, да, с этим самоизоляцией, и вы займётесь очень многими делами. Я думаю, что моё видео вам поможет в этом. Ну, и, в общем, да, я желаю вам удачи, я желаю вам продуктивной работы, я желаю вам не унывать, не кисните дома, хотя я знаю, что вы кисните дома, но можно себя занять очень-очень многими классными такими делами, и придумать себе кучу разных интересных занятий. Я думаю, что моё видео помогло в этом, я думаю, что вам оно понравилось, и вы прислушаетесь ко мне, и, в общем, ставьте лайки и поменьше дизлайков. Всё, давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok